Друзья, всех приветствую! Сегодня мы с вами поговорим о формирующей стрижке еле обыкновенной. Сейчас на заднем плане наши садовники трудятся над их образом. Сразу скажу, что эти деревья в работе уже третий сезон. Причина, по которой было принято решение владельцам их переформировать, это то, что они сильно увеличились в размерах. То есть из-за того, что эти деревья никогда не стригли, они перегородили пешеходную зону. То есть они вылезли у нас на вот эту дорожку, и по ней уже практически невозможно было ходить. А также у нас заняли часть парковки. То есть когда мне задали вопрос, что можно сделать, я сказал, конечно, можно их подстричь. Нужно понимать, что еле обыкновенное, очень пластичное дерево, которое замечательно продается на формирующей стрижке. Это дерево практически можно стричь в любое время, но наилучший период – это как раз конец марта, начало апреля. Собственно говоря, чем мы сейчас и занимаемся. Благодаря этой стрижке мы их не только уменьшили в размере, но еще мы их сделали архитектурнее, более оформленными, более густыми, более опушенными. И эти деревья более устойчивы к различным заболеваниям и к вредителям, которые пытаются их периодически атаковать. Сейчас у нас мастера работают несколькими инструментами. Это мотосекатор Штиль 65-й серии. Он достаточно легкий, им удобно работать на высоте. Относительно новая модель. Удобно лежит в руке. И это такой своего рода уникальный аккумуляторный инструмент, который может стричь все. Потом используются у нас секаторы Фискарс, только переделанные, переделанные мастером. Здесь совершенно стояли другие лезвия, это были обычные сучкорезы. Переделанные ножницы, которые нам помогают филировать нашу елочку. Срез получается аккуратный, чистый и естественно ему удобнее работать. Несколько слов о специфике стрижки еле обыкновенной. По сути дела ее нет. Первоначальный этап формирования таких деревьев производился с помощью направляющих, чтобы у нас получился конус ровный. А дальше уже поддерживающие стрижки можно делать хаотично по готовой форме, не залезая вглубь, а просто удаляя торчащие побеги. То есть самая скрупулезная стрижка это была первая, а далее уже для поддержания формы просто достаточно правильного глазомера и иметь опыт по стрижке. В результате мы получаем такое оформленное дерево, которое имеет форму, имеет густоту, набитость. И нужно понимать, что мы сейчас работаем с существующими реалиями, когда эти деревья уже были сильно-сильно разросшиеся, начали вдавить друг друга. И поэтому мы пытаемся сохранить вот такую композицию, то есть как-то их разделить, как-то направить. В принципе, получается очень даже симпатично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok